Картошечка сварилась достаточно быстро. Сейчас я ее вытащу и положу вариться на шоколку. Наверное, потому что она маленькая, и она 10 минут и все сварилась, даже меньше. 7 минут сварилась для винегрита. Когда-то мама варила мелкую такую, мы потом чистили и она уже вареную на сковородочке сало с мяском такое, типа грудинки вот такое вот, может даже и грудинкой была, и она обжаривала и вот эту картошечку, и вот шкварочки, так вкусно было. Сейчас мама в братстве живет, мама папе готовит. Они мало едят, болеют. Старенькие уже стали, болеют много. И это сестра мама ест тоже на основном. Не знаю, что она ест. Вот положила это феколочку варить, и сейчас я еще и морковочку положу. Морковка не моя, а с магазина, она такая большая. У меня только мелкая осталась. Сейчас водички залью. Солить я-то не буду, потому что я картошку подсолила. Много не буду наливать, потому что будет выплескиваться на плиту. Ну и все пускай варится. Крышечкой накрою. На двоечку поставлю, на двоечку пускай варится. Картошечка готова. Вот так вот. Ну все, картошечка сделалась. Она из-за того, что солька была в водичке, она такая беленькая стала. Надо будет отварить, просто поджарить. У меня там бекон есть в морозилке. Надо будет сделать, как мама делала. Ну вот сварилась у меня морковочка, я ее вытаскиваю. И та уже сварилась, я его вытащила давно. Это что-то долговато. Вот как-то. Ну, наверное, просто крупная. И сварилась у меня свекла. Я ее сейчас немножечко вытащу. И сюда положу, пусть она остывает. Растынет и я буду делать винегретик. Своя свекла у меня уже закончилась. Вроде бы много сеяла, но как-то получилось совсем мало. В этом году я планирую посеять побольше. Ну все, эту водичку сейчас вылью. Плиту выключу. Плюска все остывает. И потом уже буду резать. Я еще посеяла томат киржач. Забыла его посеять. Сейчас смотрю, у меня пакетик лежит. Быстренько посеяла. И убрала. Смотрю, у меня начали всходить томатчики. Те, которые я посеяла. Коробку из-под торта. Которую посеяла. Но в это ящичек еще даже не сходят. А вот в той коробке почему-то уже зашли. Хочу поделиться рецептом. Хочу поделиться с вами рецептом, девочки и мальчики. Вкусного такого украинско-русского бутерброда. Это получается тосты. Я вот их сделала сейчас в тостере. Пожарила как бы они вот с двух сторон. Полила их растительным маслом. С одной стороны полила, а с другой они пропитались. Они короче не влазят сюда. И натерла их. После того как я их полила растительным маслом, натерла их чесноком. Места им тут мало. Полила, полила, уже натерла. Грею свой борщ, который я приготовила. Короче полила маслом. Посыпала их морской солью. Вот у меня морская соль. Мелкая. Посыпала морской солью. Я их люблю есть просто так. Была бы еще свежая помидорка, но помидорки нет. И у меня вот такое сало, вкрученное на мясорубке. Сейчас я его открою. Чеснок сюда. Где-то сюда. Я его выброшу. Беру ножичек. Беру свою салку. И вот так вот я их натираю. Вот салка я взяла ножик. Я их буду натирать. Я их буду натирать. Вот я беру один тостик. Вот один тостик. И вот так вот натираю. Салка. Каждый кусочек. По той стороне, где я натерла чесноком и полито растительным маслом. И вот этот. Как я обожаю такой хлеб. Именно вот тостики. Я раньше просто хлеб так делала, но хлебом не так вкусно, как именно тостиком. И вот такие тостики. У кого есть тостер, попробуйте. Хотя раньше в детстве я такой хлеб делала просто на сковородочке. Чуть-чуть растительного масла добавляла. Делала вот так. Их обжаривала. И ела вот так. Ммм. Как это вкусно. Как я люблю хлеб с чесноком, если вот таким салом. В детстве мама делала внутренний жир. Сдер мы называли его. И мы с дёром натирали вот так вот. Я натирала. Покупала мама свежий хлеб. Или мы ездили на село. Покупали хлеб свежий. Горбушку всегда отрезали. Натирали его густо солью. Я всегда любила смазывать растительным маслом, потом натирать солью, а потом сверху вот с дёром. Как это вкусно. Сейчас у меня вот борщ нагреется. И я с борщом, если я вчера варила борщ. Вот такой густой. Видите, ложка стоит. Борщ получился отменный. Много капусты, картошка, цикла, морковка. Вот такой вкусный борщ. Муж всегда любил, мой всегда любил такой борщик. Говорил, Таня, у тебя борщи божественные. Ну вот остыли у меня овощи. Я начала резать винегритик. Получается свеколочку режу. Сейчас буду морковочку чистить и буду резать все овощи. Короче, я почти все порезала. Остались огурчики. У меня огурчики вот такие малюсенькие были, уродились. Ну, то есть это уже были последние. В сентябре вот такие маленькие. Идевать уже некуда было. Я их вот такие посрывала. Ну и закрыла, естественно, не выбрасывать же. Они так хорошенькие, корнишонные. Такие маленькие были. Они, кстати, очень вкусные, потому что они у меня не соленые. У нас никто не любит соленые огурцы. Маринованные все. И я их сейчас порежу. И одну луковичку почистила. Я тоже ее сейчас чик-чик порежу. И останется еще достать капусту. Ну все, вот получился у меня винегрет. Все, я порезала. Порезала огурчики. Порезала лучок тот, луковичка. И положила эту капусту квашеную. Так что угощайтесь. Кушайте винегрет, делайте винегрет. Вот такой получился. Вот такой винегрет. Всем приятного аппетита. Весеннего, такого мартовского аппетита. Так что кушайте на здоровье. Угощайтесь. Приходите в гости на менюаре. Пока-пока. Пока-пока. Угощайтесь. Пока-пока. Пошлики лыковичка. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...